Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Задолженность работникам Кинкоула практически погашена. Губернатор встретился с шахтёрами в городе Гуково. По каждому предприятию, которое находится в сложном положении, я буду разбираться индивидуально и доведу это дело до конца. Уголь станет чище и дешевле. В Белоколитвинском районе открыта обогатительная фабрика. Потребитель получает более низкозольный уголь, в общем, более качественную продукцию. Атака на банкомат. В офисе банка был взрыв, но до денег грабители не добрались. Очень много слухов ходит, то взорвали, то хотели вынести. Репетиция заполнения ядерным топливом. На новом энергоблоке Ростовской АЭС загружают имитаторы тепловыделяющих сборок. Габаритные характеристики, получается, наших имитаторов абсолютно совпадают с нашим топливом. Наш гандбол лучший в России. Ростов-Дон выиграл чемпионат страны без единого поражения или даже ничьей. Мы же девушки, мы же женщины, поэтому женский гандбол все такой непредсказуемый. Вроде мы там сконцентрировались какой-то период, хоп, потом подрасслабились. Основная часть задолженности по зарплате сотрудникам Кинкоула погашена. Напомню, на начало года сумма долгого была 200 миллионов рублей, но с февраля ежемесячно выплачивается по 50 миллионов. Губернатор встретился с шахтерами компании банкрота в городе Гуково. Василий Голубев рассказал, дальнейшие выплаты будут вестись по закону о банкротстве. Мы сделаем, совершенно точно сделаем. И по каждому предприятию, которое находится в сложном положении, я буду разбираться индивидуально. И доведу это дело до конца. Но еще раз повторюсь, все равно есть одно правило. Правит закон. И по-другому не может быть. Ответственность за это лежит на конкурсных управляющих, подчеркнул губернатор. Отдельная тема конкурсным управляющим – это компенсационные выплаты. На это я отдельное внимание обращаю. Они должны быть выверены до копейки по каждому человеку. Мы должны пройти этот путь тоже максимально эффективно. Непростая ситуация с работниками сервисных структур Кинкоула. Ведь ни на одном из этих предприятий своевременно не ввели процедуру банкротства. Не велась бухгалтерия. Получить реестры задолженности невозможно. Если по основным предприятиям задолженность погашается и есть тут понимание, суммы остались небольшие, то по некоторым сервисным предприятиям губернатор дал поручение отдельно эту тему проработать, разобраться. Некоторые до сих пор числятся как работающие. Здесь другой совершенно подход. Все было доведено тем, кто хотел услышать. К сожалению, не все этого хотели услышать, потому что у каждого там, к сожалению, оказался свой интерес. Некоторые шахтеры пришли на встречу с амбициями. Не дослушав, встали и ушли, рассказывает председатель Федерации профсоюзов. Но работникам сервисных предприятий по поручению губернатора выплачивается материальная помощь. На моей памяти просто беспрецедентный случай, когда губернатор взял на себя ответственность в сложнейшей ситуации, нашел выход, причем законные основания, что было достаточно сложно сделать, и практически эту проблему на сегодняшний день решил. Действительно, проблема практически решена, но, несмотря на это, отдельные политические силы и общественные деятели пытаются представить ситуацию в ином свете. С другой стороны, уже видно, что в рядах инициативной группы работников Кинкоула произошел раскол. Большая часть шахтеров удовлетворена действиями областных властей по погашению задолженности по зарплате и не принимает участия в протестных движениях. Очень приятно осознавать, что все-таки областные власти, и безразличная судьба бывших работников Кинкоула, и сервисных предприятий, и угледобывающих предприятий. Благодаря губернатору получили материальную помощь. 300 человек уже получили 6,5 миллионов рублей. Еще 10 миллионов выплатят до конца месяца. Мария Филинкова, Мария Индрикова, ДОН-24, Гуково. Новая обогатительная фабрика «Саткинская» открыта в Белоколитвинском районе. Ее мощности позволят обогащать 3 миллиона тонн угля в год. За последние 27 лет это первое угольное предприятие, построенное с нуля в Европейской части России. Исторический момент. Старт работы обогатительной фабрики. «Саткинскую» строили полтора года, вложив больше миллиарда рублей. Оборудование самое современное. Вредные выбросы снижены в разы. Сокращены транспортные расходы. Раньше, чтобы очистить уголь от балласта, приходилось возить его в Гуково за сотню километров. При обогащении этот балласт, вмещающие породы, породные прослои внутри пласта, они на обогатительных аппаратах удаляются. И потребитель получает более низкозольный уголь, в общем, более качественную продукцию. В этом году угольная компания планирует добыть больше 2 миллионов тонн антрацита, который и переработает новая фабрика. В дальнейшем уголь сюда будут привозить и из строящихся шахты «Саткинская Восточная». На фабрике будут работать больше 200 человек – жители соседних хуторов и города шахты. Для меня угольная шахтера – это очень близкие люди, потому что шахтеры – это особый характер. За такой труд вы должны получать еще и достойную заработную плату. Надеюсь, что угольная компания обязательно, с учетом нашего сегодняшнего события, найдет новое решение, чтобы поощрять торговых за хороший труд. Гендиректор, построивший фабрику Южной угольной компании, заверил. Ближайшая индексация зарплаты на 8% запланирована уже на июль. Мария Индрикова, Станислав Аменко, ДОН-24, Белоколитинский район. Схватка между банкоматом и грабителями произошла сегодня ночью в Ростове. Злоумышленники попытались взять взрывом аппарат в банковском офисе на проспекте Стачки. Но тот атаку отбил. Деньги остались внутри. Пострадало лишь поле боя. Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата. Полицейские прибыли на место. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, установление и задержание подозреваемых. Банкомат увезли. Дверь, окна и потолок офиса придется ремонтировать. За продажу кадеина содержащих препаратов без рецепта увеличить штрафы, а за повторное нарушение лишать аптеку лицензии. С такими предложениями выступили донские полицейские на расширенном боязном заседании Комитета ЗАГС Собрания по законодательству. Физические лица подвергаются штрафам 1,5-3 тысячи рублей. Юридические лица 30-50 тысяч рублей. Соответственно, мы будем инсценировать повышение, но какую конкретную цену определить уже, соответственно, законодательным собранием. Также полицейские предлагают запретить жевательные смеси, ведь от них такой же психоактивный эффект, как от спайса. Большинство из высказанных предложений, поскольку мы с ними уже частично знакомы, я думаю, что они найдут поддержку у наших коллег. Ну, в частности, нас, допустим, очень интересует предложение, касающееся ужесточения ответственности за нанесение надписей на фасадах домов, в заборах, зданиях, сооружениях, в том числе надписи, содержащие скрытую явную рекламу наркотических средств. С этими предложениями депутаты законодательного собрания выступят на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в начале июня. Использовать потенциал ведущих донских вузов для внедрения новых проектов и генерации свежих идей для ТОР. Такую рекомендацию получит Совет ректоров от Комиссии общественной палаты по развитию экономики, предпринимательства и инноваций. Решение вынесли сегодня на выездном заседании в городе Гуково по формированию территорий опережающего развития. Провели его в филиале РГУ Ринха. Мы очень рассчитываем на то, что в работе по территориям опережающего развития в шахтерских городах примут участие еще и наши вузы, чтобы наши студенты усваивали не только теоретические знания, но и практические навыки для того, чтобы решать крупные серьезные проблемы. Общественники разрабатывают свои рекомендации для привлечения в Гуковскую ТОР предпринимателей и инвестиций, создания новых рабочих мест. Предложения направят губернатору в областное правительство, законодательное собрание и общественную палату. Глава Донского избиркома уходит в отставку. Объявил это Сергей Юсов сегодня на встрече с журналистами. Избирательной комиссией Ростовской области он руководил 22 года. На его счету 5 президентских выборов и 6 компаний в Госдуму. Прославился как новатор. Многие идеи, внедренные на участках нашего региона, стали федеральной нормой. Нового руководителя выберет коллектив обл. избиркома тайным голосованием. Затем кандидатуру должна утвердить ЦИК. На Ростовской АЭС генеральная репетиция загрузки ядерного топлива. На новом четвертом блоке в реактор загружают имитаторы тепловыделяющих сборок. Это одна из последних операций перед началом комплексных испытаний реакторной установки. В сердце Ростовской АЭС реакторном отделении работа кипит круглосуточно. За многотонной железной дверью в стерильных условиях идет загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в активную зону реактора. Эти аппараты – точная копия настоящих сборок, только без ядерного топлива. Пока идет все нормально. Машина перегрузная, тоже работает устойчиво. Пока сбоев не было. На загрузку одного имитатора уходит 25 минут, а всего их 163. Машина в автоматическом режиме и с миллиметровой точностью устанавливает аппараты в нужную точку. Весь процесс загрузки под строгим контролем ведущих инженеров-ядерчиков Ростовской АЭС. Работа состоит в том, чтобы именно проверить у нас способность сборки и разборки реактора. Значит, это подготовительный этап именно к всеспуску. Как габаритные характеристики, получается, наших имитаторов абсолютно совпадают с нашим топливом. Загрузка имитаторов – это еще и проверка реакторной установки на соответствие требованиям безопасности. После завершения загрузки реактор полностью соберут и подготовят к испытаниям. Затем гидроиспытания и постепенно-постепенно будем блоговодить в работу. Загрузка в реактор ядерного топлива запланирована на ноябрь, а уже в декабре. Если все пройдет без сбоев, грандиозный многомиллиардный проект запустят в эксплуатацию. Четвертый энергоблок Ростовской атомной станции поможет обеспечить энергетическую безопасность всего юга России, включая Крым. Анна Туполева, ДОН-24, Волгодонск. 17 школьников Донбасса попали на экскурсии по Танайсу, Старочеркасской и Ростову. Благотворительные фонды организовали для детей и ополченцев акцию «Мир, дети, пионерия». Мир у нас в стране есть, дети приехали, оставалось принять их в пионеры. Клич пионеров всегда, будь готов. Все как 30 лет назад в общей стране. Пионерский галстук, клятва, костер и игры. Песни учили в автобусе по пути в Россию. Мы в дороге веселились много, песни учили разные, солнечный круг, пионерских еще также очень много. Но нам все понравилось. Это впервые такие чувства, получается, да. Очень все нравится, очень большая радость. Необычно все, такого никогда не было у нас раньше. У них эмоции стали меняться при переходе к границе, когда они увидели оформление. Зеленый коридор, красный, на начале, интересно, что это. Мы уже в России. Правда, правда. У них моментально поменялось настроение, когда мы придем, когда мы встим в автобус, когда мы куда-то приедем, когда мы увидим. И мы что, правда, на российской земле? Добрались на Дон без происшествий. Пограничники с обеих сторон организовали автобусу с детьми зеленый коридор и быстро проверили документы. Мы были в Танаисе. Была экскурсия, разумеется, по нашему археологическому и старому городу. Была экскурсия. У нас, во-первых, нас приняли в Старочеркасске в мужском монастыре. Нам сделали трапезу. Нас провели по монастырю и рассказали об истории данного монастыря. Мы прошли в музей, разумеется, побывали. Это уже третья благотворительная акция для детей Донбасса. В апреле школьников из Горловки возили на гандбольный матч в Ростов, а в начале мая подростки смотрели шермицы – традиционные игры данских казаков. Екатерина Лободина, Юрий Бабенко, Дон-24, Старочеркасская. Смотрите во второй части выпуска. Наш гандбол лучший в России. Ростов-Дон выиграл чемпионат страны без единого поражения или даже ничьей. Мы же девушки, мы же женщины, поэтому женский гандбол всегда такой непредсказуемый. Вроде мы там сконцентрировались в какой-то период, хоп, потом подрасслабились. Кто стрелял, кто ковал. На спортивном празднике Ростовская область объявлена территорией здоровья. Поднимаешь танку, там все думают, не знают сколько там, только веса звучит. А здесь видно, что люди могут сдвинуть. Бывает, когда мы машины двигаем. Песня «Мы чемпионы» звучит в Ростовском дворце спорта вторую неделю подряд. После триумфа в Кубке ЕГФ ростовские гандболистки выиграли чемпионат страны. Второй финальный матч можно было заканчивать уже в середине первого тайма. Единственная в составе «Лада» олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева в Тольятти забросила нам целых девять мячей. Но сейчас мяч ворота не идет, как и у ее тезки Самохиной, на счету которой в первой встрече было десять. Катрин Лунде в итоге отобьет больше половины бросков. Результат феноменальный. В плане игры мы, в принципе, все, что бросили вниз, подарок сделали вратарю Лунде. И она нас за десять минут привела в состояние негодности. И дальше мы уже катались уже по этому. Основная победа, основная заслуга – это Лунде, конечно, она нас просто деморализовала. И ведь просили бить вверх, бить вверх, все вниз бить. А что сделать? Ростовчанки часто играют на линейную Маю Петрову. И она, если не забивает, зарабатывает семиметровый. К тому же отлично действует в защите. Не зря Трифилов снова вызвал ее в сборную, впервые после Олимпиады. А Анна Синь, не ограничиваясь мощными медальными бросками, убегает в отрыв. Но от такой грации привычная мощь восьмерки Ростов-Дона не страдает. Новшество гандбольного клуба на финальном матче, благодаря высоким технологиям, удается замерять скорость бросков. И Анна Синь разгоняет мяч на рекордные 108 километров в час. Честно, у меня было максимально на чемпионате Европы 89. Но, честно, я не думала, что больше 100 у меня когда-то будет. Но, может быть, неправильно, там что-то померили. Но, честно говоря, знаю, что у Паленовой было 101, и, наверное, я побила ее рекорд. Очень рада, безумно. За первые 10 минут наши девушки дали ладе забить лишь раз. А за весь первый тайм сквозь чемпионскую оборону просочилось 7 мячей. И у нас уже двукратное преимущество. Мы же девушки, мы же женщины. Поэтому женский гандбол всегда такой непредсказуемый. Вроде мы там сконцентрировались в какой-то период, хоп, потом подрослабились. Потом опять сконцентрировались. Поэтому такой, как просто уже большой задел мы сделали. Поэтому так вот, ну, иногда больше был задел, иногда меньше. Но все равно, как бы, достаточно уверенная победа. Второй отрезок встречи в рамке проводит Анна Седойкина. И действует под стать норвежской коллеге. А ростовчанки не перестают атаковать красиво и мощно. Забавно, что в этой ситуации Фредерик Бужан получает предупреждение. Для меня это очень волнительный момент. Пару лет назад я выиграл во Франции три трофея. И теперь я надеюсь, меня девочки послушают еще пару дней, чтобы повторить это. В итоге 26-18 без интриги, но от этого не менее яркая победа. Капитан Регина Шемкути, родив малыша, в этом сезоне помогала команде с трибуны. Я тренируюсь, между прочим, у меня малыш потяжелее. Мы очень рады, спасибо всем, кто нас поддерживал. Наконец-таки, да, мы снова вернули чемпионство в Ростов. А к нему и путевку в Лигу чемпионов. Ну а уже в пятницу на этой арене начнется финал четырех Кубка страны. Лев Клинов, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дон. Пострелять из лука, изготовить настоящую подкову, оценить новый вид спорта и попробовать взять невероятный для себя вес можно на специально отведенной для физических упражнений территории. На фонтанной площади Ростова запустили региональную акцию «Ростовская область. Территория здоровья». Учитель физкультуры из Таганрога Александр Степанов в школе занимается с малышами. А в свободное время таскает газовые баллоны, приваренные к шпелерам. Это упражнение колодит в силовом экстриме. На этот раз Александр пронес 260 килограммов, хотя личный рекорд – 400. Поднимаешь танку, там все думают, не знают, сколько там, только вес вызвучит. А здесь уже видно, что люди могут сдвинуть. Бывает, когда мы машины двигаем. Набирает обороты новый для России вид спорта «Кроссфит». Это многоборие из тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта и даже гребли. У спортсмена не должно быть слабых мест, мышцы тренируются комплексно. Каждое соревнование – полная неожиданность. Спортсмен до последнего не знает, что его ждет – ходьба на руках или прокачка ног. Могут быть короткие силовые задания, могут быть длительные задания на выносливость от 5 до 20 минут по времени. А может быть различное сочетание этих направленностей. То есть спортсмену приходится выстраивать свою тактику выступления буквально накануне выхода на помост и правильно распределить силы. Те, кому новый спорт неинтересен, смогли попробовать классику. Стрельба из лука – сейчас олимпийский вид спорта, а в средние века бытовая охота и боевая необходимость. Порох и свинец в дальних походах могли закончиться, потому вплоть до середины 18 века на полях сражений казаки стреляли из лука. Это наковальня на пеньке «Походная кузня». Меха раздувают угли, если летит пепел, значит жар плохой. Расковалась лошадь, подкову сделают за час. Сломалась сабля, кузнец смастерит новую. Сделать клинок шашки – это три, а то и четыре дня могло уйти. Со всеми операциями и проковкой, и закалкой. А еще все желающие смогли почувствовать себя акробатами и силачами, победив соперника на руках. Задача популяризации, чтобы молодые люди как можно чаще занимались спортом, вели здоровый образ жизни, вели интересный образ жизни, дружили, общались на почве совместных вовлечений. Акция «Ростовская область. Территория здоровья» до сентября пройдет по всем донским городам и районам. Олеся Слынько, Юрий Бабенко, Дон-24. Ростов-на-Дону. На сегодня это вся информация. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова